На Северном флоте провели первые соревнования для специалистов войск радиационной и химической и биологической защиты. В состязаниях приняли участие по три представителя от каждой службы – из Гаджиева, Заозерска, Ведяева и Оленей губы. Мои коллеги продолжат тему. Собирать и разбирать автомат Калашникова должен уметь каждый защитник Родины, а вот навыки по облачению в защитные комплекты из-за своего зеленого цвета, получившие в народе короткое и емкое название «химзащита» в основном касаются специалистов служб радиационной безопасности. Впрочем, время в таком деле – понятие очень условное, ведь потом в этом костюме придется с помощью дозиметров искать в автомобиле источник ионизирующего излучения. За каждым шагом наблюдает судейская бригада. Учения в формате соревнований для специалистов в поиск радиационной, химической и биологической защиты во Флотском гарнизоне Гаджиева проводятся впервые. Выступила с РБ Гаджиева с инициативой провести эстафету, спортивно-химическую эстафету под названием «Контрольный уровень». Переурочили ее к 93-й годовщине образования службы РХБЗ и военно-морского флота. Принимают участие в данной эстафете все службы радиационной безопасности. Поболеть за участников необычного турнира пригласили и юноармейцев. Каждый из ребят, к тому же, смог самостоятельно оценить, насколько сложно правильно надеть противогаз. Сказалось бы, тривиальной задачей справлялись далеко не все школьники. Лучшее время и качество выполнения всех упражнений показал старший матрос Алексей Рачков. Он преодолел все препятствия за 8 минут 43 секунды, опередив своего ближайшего преследователя более чем на 2 минуты. В командном зачете первое место заняла Гаджиевская служба радиационной безопасности. Ей был вручен Кубок победителя.